Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro, игра на FK Arena. И это вторая часть призыв прокач на аккаунте нашего подписчика. В рамках этого выпуска мы прокачаем персонажей по именному предмету, по наборам мебели, составим команды. И, конечно же, обоснуем, почему был сделан выбор в пользу того, а не другого героя. И как эти герои между собой будут синергировать, то есть комплектоваться уже в достойные годные команды. Для начала давайте-ка посмотрим наших персонажей, которые здесь представлены. Пока что 20 плюс идут белорамочных героев, но при этом есть еще куча персонажей, которые нуждаются в корме. Ну вот, то есть корм есть, сейчас мы этим займемся, докачая еще несколько белых рамочек и затем уже составим команду и будем ее использовать. Но для начала давайте-ка затестим, да, действующие связки, как, где и чего. Вот такая вот связка. В чем здесь особенность? В принципе, здесь основная ударная сила это Айнс. Вторая ударная сила это Торан, то есть использовать в одной пачке двух уронщиков, это, скажем так, не очень хорошо. Особенно то, что Торан является пачкообразующим персонажем, то есть вокруг него уже все остальные герои должны плясать. То есть этот персонаж здесь, в принципе, будет лишним. Также история с Фераэлем. Герой мощный, нет никаких разговоров по этому поводу. Но опять же, у нас же есть мощный Айнс. То есть здесь, по сути, нужно укрепить пачку Айнс пака. Да, мы можем пройти этих злодеев данной пачкой. Давайте-ка посмотрим, что у нас происходит. Как бы проходится на изи, согласен. Никаких проблем нет. Но мы, получается, все сливки собрали в одной банке, да? А уже остальные пачки страдают. Здесь вторая пачка, смотрите, тоже интересный момент. То есть есть основной уронщик Лукра, основной уронщик Скарлетт и вот дополнительный уронщик Герой Контроля. Кстати, контроль еще не развит, потому что нет плюс 30. именного предмета. Но, по сути, второй дополнительный, вот третий, точнее, уже получился дополнительный уронщик и дополнительный Герой Контроля. Вот такой вот злодей Айрон. Давайте-ка затестим этот пак. Вот, опять же, нет необходимости вот с Лукрецией бомбить какие-либо там супер паки. Ну, это как бы, ну, в этом нет вообще прям острой необходимости. Да, здесь необходимо было забить Ригби. Скажем так, в трех из четырех случаев Ригби остается один на один с Лукрецией и Лукреция его выбить не может. Так, вот такой вот тоже пак. Интересная компоновка. В каком плане? В плане, что есть у нас здесь Дэймон, да, в качестве основного уронщика раз. Второй основной уронщик два. И дополнительный урон, в принципе, можно еще взять его как дополнительного, можно как основного даже рассчитывать. Это злодей Скрят. Смотрим, что здесь у нас получается. Так, Дэймону быстро там накидывают люлей. Остается Альна со своим иммунитетом. Вот, что-то пытается подморозиться. Короче, вымораживает Альна, да, здесь. Вот, и ей накидывают по полной программе. Как-то будем справляться сейчас с этими пачками. Составим, конечно же, другие паки. Составим более выгодные с точки зрения расхода сил по героям, да, вот и по персонажам поддержки. То есть, более грамотные пачки составим. И объясним, почему именно они составлены. Как они взаимодействуют с героями противника. Почему мы их ставим именно в этой последовательности, а не в другой. Также прокачаем персонажей, как я уже сказал, по мебели. И по именному предмету. Сейчас я быстренько прокачаю героев на белую рамочку. И уже вернемся к обзору, просмотру, прокача именных предметов и элементов мебели. На аккаунте представлена куча пыльцы. То есть, понятное дело, если мы ее используем, то все наши герои получат огромнейший буст по уровню. Да, и, соответственно, прилив к характеристикам. Но мы будем пока выжимать из базовых значений. А потом уже, так сказать, после всего видео улучшим им уровень и выпустим свободное плавание. Так, есть у нас здесь, смотрите, 1200 вот таких вот сундуков красных. 12 кусков ядер стихии. Также это все дело будем использовать. Давайте-ка чуть-чуть подраскошелим, да. Вот еще остались. Так и быть, попризываем. Так, так, так. Есть контакты. Есть еще здесь, смотрите, вот элементы мебели в виде карт. То есть, закрытые карты, 15 штук. Все, начинаю прокачку героев. Так, с героев, всех которых нужно было возвысить, возвысил. Корма не хватает. Это вот я к чему говорю. Это есть в комментариях часто сообщения. Попадаются такие, что в список желания, вот здесь вот в таверной знати, нужно ставить только героев вот легендарного, точнее возвышенного, простите, уровня. То есть, основных персонажей, а корм не ставить. Скажем так, да, действительно, это более простой вариант. То есть, мы ставим здесь только основных персонажей и потом как-то их выкачиваем. Но, к сожалению, не всегда это бывает удобно. В том плане, что может накопиться куча копий, допустим, вот героев. Да, вот смотрите здесь. И мы их не можем продвинуть, потому что не хватает корма. То есть, тот же, допустим, вот Трезнер, да, мы бы уже качнули. Изабеллу можно было бы взять. Изольда прокачать. То есть, и даже Ходжкина. Много персонажей, которые уже готовы. Готовы получить не просто белую рамочку, а даже звездочки. Но, к сожалению, нет у нас на них корма. Так вот, такая ситуация, в принципе, во многих фракциях. Как решить этот вопрос и что стоит делать вообще? В таверне знати необходимо сменить вектор прокачки с некоторых героев. То есть, допустим, убрать некоторых персонажей. Смотрите, у Трован, допустим, 4 звездочки уже, да. Можно убрать, почему? Потому что он у нас может выпасть с карты. Он у нас может выпасть из камешка фиолетового. То есть, здесь мы его убираем. Ставим на его место, допустим, какой-нибудь корм. Ну, вот в такой формат. Раз, все. Теперь в этой фракции, когда будут проводиться призывы, набьется корм. И мы сможем прокачать основных персонажей. И вот, когда основные персонажи уже все будут выкачаны, конкретно для этой фракции, в принципе, нам нужно докачать Райну, нужно докачать Хендрика. Он также хорошо используется в некоторых локациях. И докачать Эстрильду. То есть, это обязательный формат. Можно также Морроу взять. И здесь стоит докачать все-таки побольше. Хотя бы тоже до 4 звезд. Догнать Скарлетт. Тогда уже думать где-то чего-то как-то. Вот об их смене. Ну, пока что оставляем вот в таком формате. А здесь какая ситуация. Дреза также убираем. Вот. И вместо него ставим, например, такого товарища. Крен также нуждается в копиях. Деску. То есть, все остальные герои, в принципе, нам нужны по копиям. Оставляем пока еще. Здесь енота пока выводим из игры. Этих также выводим из игры. И ставим на место них кормовых персонажей. Так. Кого-то еще. В принципе, можно было бы Пипу подкачать. Но пока подкачаем все-таки корм. То есть, много героев, как я уже сказал, ждут исключительно корма. Нового персонажа оставляем. Трезна, Роходшкина убираем. Вот. Кельтурчика. Тоже пока уберем. И поставим на их место также кормовых героев. В таком случае, при призыве, нам будут выпадать кормовые персонажи. И мы сможем прокачать основных героев, дабы поставить их уже в команду. И использовать на всю катушку. Они просто, они будут лежать у нас, занимая место на складе героев. Да. То есть, смотрите, у нас 230 персонажей сейчас. И использовать из них мы можем только 20. Вот. То есть, все остальные это вот эти вот разобранные герои. То есть, разобранные копии. Итак, что касается прокачки теперь. Давайте еще раз в Храм Вознесения зайдем. Сразу же перейдем к героям Dimension, то есть пространственных. Кого здесь стоит использовать? Кто здесь из героев вот этой троицы наиболее эффективен? Скажем так, хорошую эффективность дает Принц Перси. То есть, действительно, можно использовать во многих локациях этого героя. Герой интересный. Вот так вот раз. Отлично. Закинули его. Так. Леонардо. Но Леонардо, он раскрывается больше, конечно, уже с хорошей максимальной такой прокачкой. Но его тоже прокачиваем. Что касается ключика. Почему мы сейчас не ставим? Потому что может потом понадобиться вот этот ключик. И тогда уже будем его использовать. То есть, сейчас есть на аккаунте один ключ. А вот что касается Мелузины, то с ней все очень-очень печально. Я вообще ее особо не использую. Ее нужно прокачать на максималку раз. И потом еще вставить в специальные команды два. То есть, из всей этой троицы герой имеет, на мой взгляд, наименьшую эффективность. Вот такая вот особенность. Переходим в дубовую рощу. Здесь нам необходимо прокачать персонажей. И давайте разместим уже наших новичков сюда также. Кого мы здесь будем прокачивать как основу? Конечно же, здесь необходимо прокачать. Нам сейчас будет Альну добить. Вот до девяти копий. Чуть-чуть сейчас еще качнем. Обычный призыв, да, прокачаем? Может быть, что-то интересное и выпадет. И пересмотрим на подкачку-прокачку других героев. Так, что-то красненькое. Тайдус. А ну что там у нас, кстати, по Тайдусу-то получилось? Я уже чуть-чуть и подзабыл даже немного. Так, Тайдус говорит, ничего не надо нам, да? Как-то странно получилось с Тайдусом. А, Тайдус у нас он просто-напросто не расширенный. То есть комната у него еще узенькая, да? Вот. И элементы мебели не стали. Здесь ничего страшного. Сейчас кристаллов просто нет. Дабы по-быстрому расширить комнату. Есть контакт. Итак, начинаем. Что нам необходимо по героям прокачать? Тази, в принципе, желательно хотя бы трошечку сделать. То есть 3 из 9. Но этим конкретно сейчас заниматься мы не будем. Оден также нам нужен будет. Но его прокачаем уже, когда появятся алмазы. То есть так же попозже. А сейчас перейдем. Добьем уже Саурса. Добьем уже Грежула. И Альну. Это те герои, которые в любом случае нам необходимо прокачать. В начале битвы вот так же минимум трешку нужно качать этому персонажу. То есть это прям совсем минимум-минимум. Вот. Также, ну, желательно, конечно, понятное дело, на 9 его качнуть. Но минималочка будет трешка. Итак, переходим в оптимизацию и переходим в призывы. Выбираем карты. Так, рован. Треха. Но попозже сейчас давайте разберемся все-таки с основой, да? Докинем одну карту Саурусу. Кстати, здесь всегда выпадают нужные карты. То есть большой, малый и средний элемент интерьера, да? То есть выпадает только нужная карта. Для Альны 9 из 9 важна мебель. Почему? Потому что она тогда будет давать бонус еще и нашему союзнику из первого ряда. Вот. Эффект неуязвимости. Очень круто. Очень круто. Так. Здесь мы будем выкачивать дальше. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, в принципе, мало карт осталось. Нужен Сайлос нам в любом случае. Минималочка. То есть треха. Есть. Еще возьмем, пожалуй, злодею закинем шестерочку сюда. Грежулу обязательно. То есть это один из основных героев в игре вообще, который только представлен. Пара карт осталась. Ну, здесь, в принципе, у нас пока все. Будем их экономить. То есть вдруг кому-то где-то что-то надо будет подкинуть. Ну, разве что давайте петушку это не закинем, да, карту. Вот. Все. Одна карта осталась у нас на руках. Так. Есть. Отлично. То есть навык активирован. Продолжаем теперь прокачку уже по именному предмету. Кому что будем выкачивать, сейчас будем разбираться. Так. Есть у нас вот такие вот персонажи, да. Кому стоит что прокачивать и насколько. Вот такой вот, опять же, интересный вопрос. Так, 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 так. Давайте с Dimension'ов начнем. Я там подкопил немного ресурсов специально Dimension'ских. Вот он наш Артур. Это также основной персонаж в игре. То есть используется в различных командах. То есть основные, конечно же, это команды Dimension'ов. Вот усилить, например, того же Айнза и, к примеру, второго какого-нибудь дальника Леонарда. Но можно также Артура использовать и с другими героями. В частности, Оден вместе с Фераэлем заходят прям отличнейше под Артуром. Вот, или же Гвинетт в качестве основы. Вот, также можно поставить еще и Скарлетт во второй ряд. Но здесь нас интересует прокачка. Поэтому прокачиваем обязательно на плюс 30 Артура. То есть он совсем другим героем становится. Если ранее Артура мог кто угодно обидеть, да, там, допустим, тот же Кильтур сдвинуть с места, там, или каким-нибудь толчком Эстрильды или других героев, там, сдвинуть с места, оглушить могли, то теперь все. Эти деньки уже закончились. Артур получает иммунитет вот на все-все-все эффекты контроля. Вот, там написано. Вот, и восстанавливает 5% ХП. То есть становится прям неубиваемым каким-то терминатором. Вот, железный Арчи. Давайте, кстати, его прокачаем уже, да, немножечко. Вот, есть у нас Т4. Так что давайте их используем. Есть контакт. Что касается гравировочки. Нужно ли ему прокачивать гравировку? Тоже такой вот интересный момент. В частности, на Е60 можно прокачать. Тогда критическими ударами в лоб будут наносить меньше, как бы, по сути, урона. Вот, и этот урон будет отражаться на противника. Очень круто, но и так, в принципе, у него лоб защищен. То есть это уже для хай-левела, когда совсем уже все круто, то можно прокачать. То есть так острой необходимости выкачивать его нет. Здесь все прокачано правильно. То есть вот такой вот формат. Что касается артефакта, то я рекомендую все-таки шляпу на Айнза. Он будет более эффективен. Да, не сразу будет появляться энергия, но тем не менее она и не будет потом пропадать. Что также очень удобно. Альбедо также выкачиваем на плюс 30. Это обязательное условие для этого героя. Тогда будет бонус для наших уронистых персонажей. Да, то есть для Айнза, для того же Леонардо. И прокачаем давайте-ка шмот. Вообще основные герои, то есть недостаточно золотых монет написано. Куда же они ушли, эти золотые монеты-то? 14 лямов. Было до этого куча-куча лямов. Вообще не понимаю, куда оно все делось. Ну, желательно прокачать. Так, а у нас тут ничего нет. А, на артефакты часть ушла, точно. Прокачивались артефакты. Что касается героев. Какие варианты на этого героя ставить по артефакту? Где этот модный щит? Да, вот он, баррикада. Наиболее интересный. Давайте прокачаем сейчас уровень. А, там также, по-моему, не хватает. Да, у нас что-то? Есть. Еще разочек. Такой герой будет защищать нашего основного персонажа. В результате чего будет мощный-мощный буст. Так. По выживаемости. Есть. Принц Перси. Использование его сейчас с такой прокачкой будет не очень. Но давайте качнем ему хотя бы на плюс 20. Именной предмет. Тогда герой получит нормальные такие бонусы. По увеличению уровня атаки. Основная специализация, конечно же, героя, это оглушение. Вот. Но даже так герой будет себя показывать очень-очень хорошо. Так. Дальше. Леонардо. Здесь, как видите, прокачка уже есть. Леонардо требуется максимально вообще прокачка по мебели. То есть, чтобы он прям раскрылся. Чтобы прям совсем все круто стало. Но сейчас мы его будем использовать в качестве второго персонажа. То есть, эффект контроля будет некий. И небольшой дополнительный урон. Поэтому слишком сильно его разгонять не будем. То есть, оставим пока в таком формате. Артефакт. Из имеющихся. Можно, конечно, книжку поставить. Пусть будет. Зайдет. И мелузину сейчас конкретно выкачивать вовсе не будем. То есть, это проходной персонаж. Он по стольку, по скольку. Здесь по героям. Использовать мы будем только... Мегиру. Шмота свободного на нее нет. Поэтому сделаем вот так вот. И сделаем вот так вот. По артефакту. Также можно использовать на нее книжку. Заходит тоже хорошо. Но можно использовать и... Что-нибудь такого формата. Дабы просто герой имел какой-то артефакт. Так, урон. Что касается урона. То здесь, опять же, есть вариант использовать Око Дары. Вот. Но желательно, когда уже будет прокачка пятизвездочная. Сейчас Око Дары, оно как бы не полное. То есть, не будет того самого мощного вау, которое выбрасывает пятизвездочный артефакт. В идеале, конечно же, ставятся мечи спаренные, да. То есть, двойка. Вариант зеленый покров или же зеленый длинный лук. Тоже иногда заходит. Я же ставлю часто вот зеленый покров. Потому что в начале боя как раз могут выбить ее очень быстро. Но если урон нужно прям увеличить совсем, тогда да, тогда ставлю спарку. Часто приходится перезапускать бой на автомате. Но, тем не менее, будет увеличенный урон. Пока что, конечно, да, ставим так, как есть. Так, здесь по героям. Все, давайте посмотрим, что у нас получилось. Да, вот опять же, гостиница. Почему мы прокачали? Зов зимы также распространяется на второго героя передней линии. Зов зимы – это вот третий навык, дающий иммунитет. Вот так-то. Желательно прокачать на плюс 30 персонажа. То есть, это минимальный эффект. И, в принципе, это будет достаточно. Но у нас нет звездочек, поэтому прокачку гравировки откладываем на потом. И переходим теперь к нашим основным персонажам. Так мы их назовем. Обязательно Грэжула прокачать. Быстрее будут появляться скелеты. В результате чего Грэжул станет, ну, очень-очень таким прям имбовым призывателем. И опять же, это все как эффекты контроля. Вот можно расценивать. Когда противник бьет не основных персонажей, а призванных. Поэтому прокачиваем пока на плюс 30. Что касается уровня гравировки. То есть, многие герои выкачивают, игроки выкачивают прям на Е60. Опять же, усиливая самого героя. Острой необходимости прям вот в этом нет. Скажем так, до 40-й главы уж точно прям совсем уж острый. Поэтому обойдемся базовой гравировочкой. То есть, Е30 на данный момент. Для повышения больше характеристик. Поэтому пока так. Далее, второй персонаж вот у нас из могил. Который также будет особо интересен для прокачки. Вот вообще для всех-всех-всех форматов. Так. Это Сайлас и это Оден. Два основных таких вот героя. Хотя бы до Т2 прокачаем сейчас. На трех у нас не хватает золота. Так. Что касается вот именного предмета. Конечно же, активируем. И, конечно же, сейчас будем его прокачивать. Дорогие у противника снижается. Это основная особенность. То есть, такой эффект дебафа. Когда у нас противник имеет активное восстановление. Различные регенерации. Там вот как у Толены, например. Вот другие какие-то герои. То без Сайласа проходить такие команды, такие бои. Очень-очень сложно. Прокачав героя на плюс 30 именной предмет. Мы получим еще и увеличение урона. То есть, очень мощный буст. Что у нас, кстати, сейчас получается по прокачке. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Блин. И тем, и тем нужно прокачать. Но остальные герои, в принципе, у нас прокачаны. Кроме Скарлетт. Давайте с нее начнем. Вот усилим уже на плюс 30. И тогда уже посмотрим, сколько останется у нас. Да, мало останется. То есть, не хватит все-таки на прокачку еще одного героя. Но Скарлетт нам обязательно нужна на плюс 30. Вот с максимальной прокачкой. То есть, так Скарлетт будет использоваться для фарма боссов. Вот. Обязательно 9 из 9. Иначе герой не полный. Вот здесь минимум Е30. Вот. Но если есть, конечно же, возможность, то вкачать на Е60. Чем мы сейчас и займемся. Есть контакт. И второй разочек. Все. Прокачали. На красные звездочки. Выкачивать дальше. Вот Е80 делать. Но это очень дорого. Это, опять же, вот с точки зрения расхода ресурсов. Герой получит, конечно же, помимо вот этого вот бонуса, да, для ПВП локаций. Получит еще и различные усиления основных характеристик. Вот. Прирост к атаке. Вот. Прирост к здоровью, защите, уклонению. То есть, в принципе, все мощные вот дополнения будут у героя. Это круто. Но это очень дорого. И для 35 главы уж точно не актуально. Так, возвращаемся к нашим могилам. Именно эта фракция у нас основная. Кого еще будем выкачивать? По гравировкам и по всему остальному. Давайте-ка здесь активируем именной предмет. Одину. Минималка, конечно же, плюс 20. Но желательно качнуть на плюс 30 именной предмет. Ну, пока что хотя бы минималочку сделаем. Ресурсов не хватает. Так. Так как кажется, что ничего особо не улучшается. Да, там чуть-чуть процентов. Там чуть-чуть больше каких-то вот, ну, ускорения очков. Но по факту это все влияет. То есть, плюс 15 очков ускорения, по сути, герой получит при прокачке. Вот. И плюс 30 процентов к урону. Вот так вот. То есть, это очень-очень мощный буст. Но, к сожалению, у нас сейчас нет возможности прокачать этого героя по заслугам. То есть, сделать из него прям мощного имбасика. Ему также рекомендуется ставить Око Дары. Зов Дары можно ставить на этого персонажа. Но, в данном случае, Зов Дары, кстати, у кого? Так, 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 так. Эзиш, но, в принципе, да, согласен. Согласен. Мерлина можно обделить. Вот. Ему это не особо прям нужно. В начале боя он так у нас будет закидывать сразу же буст. Да, слабые. Слабые пока артефакты. Поставим пока что усиление, наверное, да. Веру такую поставим. Так, возвращаемся к нашим героям. Прокачиваем Сайлоса по гравировочке. Обязательно. Е30. Вот, увеличится тогда подхил наших героев. И Сайлос получит, опять же, небольшой бонус. Вот, можно прокачать на Е60. Но это также не особо прям архиважно. Так, здесь у нас прокачку. И на гравировке мы можем выполнить исключительно для повышения характеристик. Но Е60, когда будет, тогда, да, тогда герой получит дополнительный прирост к параметрам. То есть, в принципе, тоже очень круто. Пока этого также делать не будем. Пока поэкономим ресурсы. Итак, основных персонажей всех прокачал по именному предмету. По гравировочке качнул основных героев и некоторых дополнительных. Единственное, что не докачал, так это вот на колену не докачал гравировку на Е60. Ресурсы есть, но, к сожалению, испытать колену сейчас не удается возможным. То есть, босс уже пройден и поставить какие-либо команды для босса у нас не удастся. Но, по сути, в чем особенность? То есть, если мы прокачаем гравировку, то союзные герои наносят жертве пыток на 50% больше урона. То есть, это очень мощный буст всей команды, особенно на битве с боссами. Сейчас колено начинается для битвы с боссами использоваться в различных построениях. Но, в основном, конечно же, вместе со Скарлетт. Вот такая вот особенность. Так, как я и обещал, сейчас будем тестить наши команды уже готовые сборки. Как, где и почему. Но, для начала начнем вот с обзора такого героя, да, вот как Артур. Так, вот здесь сразу же, то есть, Айнс Пак, да, так это называется, построение. И здесь, опять же, нам нужен Мерлин. Вот, давайте сюда его поставим. Вот, построение будет выглядеть вот в таком формате. Вот, для того, чтобы не задел на Скейль Тур, мы используем Айнса в центре. Так, единственное, что, наверное, вот так вот сделаем лучше, да. Потому что здесь урон поуронистее будет, чем с этой стороны. Поэтому поставим вот такой формат. Да, Альбеда выбери быстро, потому что она, в принципе-то, не докачана. Это один из героев, которого нужно также прокачать. Но, к сожалению, вот Альбеда была у нас не докачана. Давайте посмотрим, в чем особенность. Это, конечно же, шмот. То есть, базовый шмот. То есть, даже не Т3. Не то, что Т4. Даже не Т3. А просто лишь база, усиленная специальным элементом. Так, что касается использования вообще вот этой вот тетеньки, да. В принципе, на главах где-то до 38-й даже так. А вот, а может даже и до 39-й. Достаточно всего лишь вот такой вот прокачки, как у нее есть. То есть, ну, не обязательно усиливать этого героя какими-то другими персонажами прям, чтобы супер мощный герой был. Нет, в этом нет особой необходимости. Более того, можем сделать вот так вот, затем вот так вот, да. Ну и давайте, например, вот в таком формате попробуем сейчас использовать. Но здесь, к сожалению, у нас Фокс будет контрить нас. Сейчас попробуем затестить, а потом уже посмотрим, что из этого получится. Все. То есть, ну, как вы видели, не нужны какие-то секретные паки, какие-то там чудо, вандерфул, эмейзин и так далее. Вот приставки ставим просто любых калечных, даже с первым левелом злодеев фракции, вот, демонов. И получаем мощный буст. Защита, восстановление энергии, уровень критического удара, то есть это шанс критического удара. И урон от критических ударов плюс ускорение. Все, это основной буст, который нам нужен. Да, потом уже, когда уровень противника будет слишком высок, да, разница там в 200 левелов и более, такие паки уже катать будут не всегда, все реже-реже. И тогда уже придется подбирать, конечно, какие-то необычные паки. То есть сейчас в этом необходимости, как я уже сказал, нет. Прокачали мы злодея на 3 из 9 мебели. И теперь он будет стягивать противников в одну точку. Использовать Дэймона конкретно вот в паке против лесовичков не очень актуально. Здесь поставим вот в таком формате. Почему? Потому что у Альны есть иммунитет к урону, а Саурус является мощным уронщиком. То есть, понятное дело, нам необходимо его как-то вот заглушить. Так, 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 так. Здесь у нас есть Дресс, есть и другие злодеи. Но они, к сожалению, не прокачены. Особой прокачки здесь нам, в принципе-то, не понадобится. Можно попробовать сыграть вот таким вот составом. Конечно, вероятность победы мала. Да, 1 к 3 у нас уровень силы, но стоит попробовать. Проблема, что ускоритель действует. Справится ли Тайдус? Нет, не справился. Сейчас немножечко перебазируем тогда пачку. Потому что Громилы, конечно, слабоват. Сюда нужен какой-нибудь другой герой. Немного перекомпоновали пак. В принципе, здесь у нас основной уронщик получилась Скарлетт. Да, можно было бы ее использовать и немножко в другом формате. Но, в принципе, для прохождения конкретно этого этапа будет достаточно и такой команды. Сложность вообще битвы против команд вместе с Ликой, да, которые идут и с контролем Тази. Заключается в том, что Тази, в принципе, какой-то в итоге получается невыбиваемый герой. Почему это происходит, непонятно, да. То есть, есть у нее, конечно, такая особенность. Телепортация в момент получения урона снижает исходящий урон противника. Причем очень сильно снижает. Но, тем не менее, пачка противника почти разбита. Опа, от Тази, что ли, да, выдвинулась. Или как так получилось? Непонятно. А, это духи Фераэля наносят урон, видимо. Ну, ладно, сейчас загоняет тут Тайдус Тенегриф. Вот, погремуха у него уже порватель, да, потому что, когда он бежит, все сразу в шоке, в ужасе разбегаются. Получилось, да, к сожалению, не очень. То есть, выбили нашу Скарлетт. Но здесь пачка была неудобная. И теперь составляем уже пак, да, из сливок общества. Ну, здесь вообще можно кого хочешь ставить. То есть, у нас слишком много персонажей на выбор. Вот, можно такой формат сделать. Можно сделать вот такой вот формат. В принципе, как я уже говорил, не обязательно торона ставить вместе с кем-то. Но давайте уже сделаем чистый пак. И в сухую раскатаем этих злодеев. Сейчас еще несколько команд составим с этими героями, которые есть у нас на руках. Уже для битвы в следующих этапах. Команда противника изменится. И мы, конечно же, немножечко смоделируем команду. Так, здесь у нас кто? Вот эту тетеньку убираем. В принципе, можно оставить эту муху фераэлевую. Ну, а можно убрать. В принципе, здесь вот так вот достаточно будет сделать. Для сингл-проходки, да. И ставим здесь наш основной урон. Более того, Альбедо будет защищать Айнза, если вдруг кто-нибудь к нему приблизится и нанесет такие мощные жесткие уроны. Еще интересный эффект можно ставить в первый ряд Мерлина. У него есть также эффект не валяшки, но мы этого делать не будем. То есть у нас и так герой хорошо справляется. Так, смотрим, что у нас тут получится. Сразу же зашел эффект прохила со снижением урона. Так, выбили ровно. Вот, кстати, не рассмотрел. Кто не обратил на нее внимания. На Сесилью. Так. Первый дэмэдж и все сразу разлетелись. То есть это однокнопочный пак. Здесь большого ума не нужно для его использования. Вот сейчас хочу обратить внимание вот на Артура. В начале боя Люций всегда проводит оглушающий удар. Вот такая вот особенность. А Вурк закидывает бомбочку, да. Свою вот любимый навык с ядом. Опасаться стоит лишь антандры в этой расстановке. Смотрите. Оглушающий от Люция не прошел. Вообще не прошел. Яд. Смотрите, яд бьет хорошо. Но на нашем Артуре этого незаметно, потому что у него есть эффект восстановления ХП. Все, всех перебили очень быстро. Рован, конечно, что-то падает. Непонятно. Кстати, Ровану прокачали мы на Е30 гравировочку. В таком случае Рован будет чаще раздавать бутылочки со снадобьями. Вот. То есть если ранее было 5 секунд, каждая может герой использоваться в его бутылочками, то сейчас каждые 4. Вот так вот. Эффективность повысилась на 20%. Ну, здесь также оставим тот же формат. Или давайте немножечко изменим формат команды. То есть не Айнспак будем использовать, а используем какой-нибудь формат, типа Дэймон Фераэль Пак. Вот так вот. Вот так вот сделаем. В первый ряд ставим Ровану для того, чтобы он оглушал своими монетками. Тоже интересный эффект. Будет и эффект прохила, и эффект будет у нас урона активного. На второй ряд можно поставить как уронщика, так можно поставить и, например, какого-нибудь танка или второго хиллера. Вот такой формат также будет актуален. Ну, в нашем случае сейчас катается пачка с снижением энергии, но нам все равно нужны бойцы ближнего боя, поэтому ставим здесь Грэжула. Все, Изабеллу законтрил Оден. То есть не дает ей развернуться. Фераэлю также необходимо прокачать Е60 гравировочку. Тогда он будет своих духов держать очень-очень долго. Так, ну здесь у нас, да, чуть-чуть не зашел пак. Буквально самую малость. Хорошо, сделаем чуть-чуть иначе. Добавим тогда сюда. Сайлос, вот так, этот бьет сюда. Нет, это где-то вот так вот у нас получится тогда. Если мы ставим Фераэля, да, на ускорение в данном случае, то получается у нас общее снижение энергии. Если мы ставим Одена на ускорение, то единичное снижение энергии будет проходить. А, Тази здесь прыгает. Кто-то и думает, как наши герои попадали. Их-то ведь впрямую никто не бил. Это Тази прыгает и выбивает наших героев. В момент телепорта, вот как сейчас, смотрите, да. Тази, казалось бы, герой, который, в принципе, ну, может делать только контроль, да, массовый и штучный. Но нет. Умирает самая последняя в команде. Вот. Еще и наносит уроны. То есть вот такой вот пак у нас получился. Арчи усиливает команду очень хорошо. Но, опять же, основные уроны здесь поделили три персонажа. Так, и теперь уже немножечко обновленные паки. Здесь, кстати, тоже Хендрик в начале боя бьет ультимейтом мощным. Далее Фокс также будет попытаться скрыть нашего основного уронщика. Но иммунитет есть у Айнза, поэтому эффект не пройдет. Так, ну, здесь можно его так вот сделать, дабы пушка Леонардо била по центру. Все, законтрил. То есть Леонардо он герой еще и контроля. В отличие от Айнза, если Айнз он такой эффект штучного контроля вносит, то Леонардо он вносит помимо урона еще и эффект массового контроля. Да, будучи прокачанным, Леонардо будет наносить, конечно же, больше урона. То есть где-то было бы в районе полтинника. А у Айнза, соответственно, где-то в районе 80, наверное, было бы по урону тогда. Вот, если бы герои противника держались бы чуть-чуть побольше и подольше. Так, здесь давайте все-таки этот пак уже немного переобразуем. То есть чуть-чуть переделаем. Да, добавим сюда героев притяжения. Так мы их назовем. Смотрите, особенность Нары какая есть. Если у нас будет герой, вот, например, Эйрон, стоять в этой ячейке, то Нара в любом случае его притянет. Вот, то есть это вот контур-эйронская фишка у нее есть. Но мы сыграем вот в таком формате. Вот притянем раз, два, три персонажа. Нашего Эйрона сейчас не убьют, поскольку он в пачке в первом ряду вместе с основной героиней, да, Холода, с Альной. И в таком случае, когда вот они в паре компонуются, хорошо на Эйрона ставить какую-нибудь пушку на урон. Так, ну все здесь быстро, слишком прошло, да, то есть мы ничего не успели даже сделать. Все уже закончилось. Давай же, второй залп, нет, не прошел. Так, да, чуть иначе поставили, то есть Альну поменяли местами. Эйроном. Вот, и тогда все получилось. Давайте еще разочек посмотрим. У Эйрона свои хорошие статы в плане уклонения. Опять же, где-то до 39-40 главы он будет хорошо уклоняться, если он имеет хорошую прокачку. Потом уже уровень меткости у противников настолько высок, что эти всякие уроны, меткости и так далее, они особой роли играть не будут. Так, кого бы еще здесь использовать? То есть некоторые пачки мы не использовали, некоторых героев мы не использовали. К примеру, если вы выкачиваете у Куна. У него особенность создавать призрачного клона в тот момент, когда его берут под контроль. И вот под Нару, когда мы ставим у Куна, то срабатывать как раз будет этот самый эффект. Также можно под Нару подставлять прокачанную Толену, если она у вас есть. Тоже будет очень-очень интересный эффект. Так, ну нам необходимо здесь кого-нибудь забить. Ставить Тора на под Нару, но это как бы не очень комфортный формат. Сейчас попробуем использовать нашего какого-нибудь нового героя, да, нового уронщика. Так, ну сейчас ее сразу убьют. Здесь, конечно, можно попробовать Фару с уклонением, да, поставить. Или же Принца Персии. Давайте, кстати, Принца Персии поставим. У него особенность обратный отчет присутствует. Попробуем сыграть на основном уронщике. Все равно уровень противника достаточно слабый. Я думаю, мы здесь всех уничтожим, да. Смотрите, как себя хорошо колено показывает. Да, мы проиграли этот бой с Лили, но как все закрутилось. Вот, огромнейший урон. Самая последняя, да, пала у нас. Вот, после Торана. Так, Фара. Вот, может, уклонение сейчас сделает. И опять же, буст полной команды. Да, Фара держится за счет уклонения. Раскатали в хлам. Фракционная команда. Но опять же, что касается Торана, да. Давайте сейчас вам покажу, как Торан Пак уже. То все говорю, сейчас покажем Торан Пак, покажем Торан Пак. Вот, и ничего не показываем. Сейчас, сейчас будет Торан Пак. Вот, снова у нас на высоте. Так. Лукра. Следующие этапы. Как выглядит вообще Торан Паки. Так, убираем всех этих злодеев. Основа это Торан. Вот, не всегда этот Торан Пак срабатывает с первого раза. То есть, иногда он не работает. Приходится перезагружаться постоянно. Рекомендуется снимать шляпу на Торане и снимать на Торане броню. То есть, оставляем вот только такой формат. Два элемента снаряжения. Также, что касается Зов Дары, я рекомендую его ставить. Вот, кто-то ставит прокачанный Око. Артефакт на пятерочку. Вот, но снова выглядит так. Далее, можно поставить Петушка. Но дело в том, что Петушок, он нужен нам в других специальных командах. Одна из специальных команд, это, конечно же, фракционная заточка, да, с Дрэзом. Ой, не Дрэзом, простите, с Креном. Вот, когда начинает закручивать Петушок, а Крен в это время расстреливает всю толпу. Это вот прям классическая пачка. Вот, но основа, опять же, заключается в том, чтобы использовать эффект усиления. То есть, нам нужен, вот этот герой будет. Нам нужен будет герой. Так, 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 так. Сейчас, секундочку. Где там кто тут есть. В принципе, можно будет сделать какого-нибудь неваляшку еще, да. Так, ну тут, конечно, не очень прокаченный. Вот, используется Нара в некоторых паках. То есть, для чего? Особенностью Торна заключается в том, что он бьет откатом. Так вот, нам необходимо к нему подтянуть всех героев дальнего боя, чтобы они подошли как можно ближе к Торну. Вот, для этого можно также использовать Кильтура, чтобы он притянул какого-нибудь противника. Можно использовать в некоторых паках Эйрона, чтобы он также стягивал противников в одну точку. Так, Торрент Пак. Ну, примерно вот такой формат можно для Торрент Пака ставить. Единственные моменты. Торренту должно быть плюс 30, это минималка для его сольной программы. Тогда его невозможно убить первые два раза, когда он начинает концентрироваться своей способностью отпор. Вот, если плюс 30 именного предмета нет, то сделать какой-либо годный формат Торрент Пака крайне-крайне сложно. Вот, ну, в целом, где-то вот такой вот формат можно будет использовать. Так, давайте-ка поставим какую-нибудь еще интересную команду. Опять же, вот с таким вот дяденькой, да? Давайте возьмем нашу новую тетеньку. Или, или, или. Давайте Дэймона поставим. Так, чисто для прикола будет интересно выглядеть вся эта сборка. Так, и вот так. Нет, все-таки нахлобучили, да? Нахлобучили нашего злодея. Да, слишком много ближников. Его все-таки распилили. Еще разочек попробуем. Но, по-моему, здесь все-таки Дэймон не затащил. Пусть будет вот такой вот формат тогда. Не, Сайласа выбили, да. Выбивают слишком быстро наших героев, и они в итоге не могут раскрыться. Конкретно для этого противника такой пак не подошел. Да, тут не получились другие паки, более эффективные, чем Айнс. Пак, то есть здесь конкретно была Антандра, да, с эффектом, опять же, мощного разового урона по нашим уронщикам. Был не валяшка Брутус, поэтому пачки какие-то такие эффектные, какие-то вот необычные не зашли. То есть, в целом, все бои можно проходить на такой вот пачке или же на Лукропаке. А сложно уже команды редактировать, подбирать из тех, которые были представлены в рангах этого видео. Ну что ж, друзья, на этом пока все. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы? Пишите их в комментариях и в наших соцсетях, ссылочки на которые, как обычно, в прикрепленном коменте и в описании к этому видео. Пока-пока, друзья, и до встречи в новых выпусках.